Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру Outlast Осведомитель. В прошлой части я умудрился люто спалиться, и меня посадили с психами, но Вилли чё-то там начудил, и поэтому у учёных и врачей всё пошло напрекосяк. Я какого-то хрена начал в этом участие. Привет. Блин, как тихо тут. Непривычно. Так, есть кто-нибудь? Вот. А мы какого-то хрена ищем рацию. Не знаю зачем. Говорят, где-то здесь валяется рация. Где-то в тюрьме. Эй, парень, ты ещё живой? Блин, и прошлая часть началась прям очень бодренько. Тихо. Я встретил самого вальдеридера. Это что? Ой, это крематорий. Реально. О, прикол. Смотри, можно сжечь мента. Эй. А куда мне дальше-то? Туда? Откуда стучали? Ах, бляха-муха. Ах, ты ж тварь-то. Это ж этот мясник. Моё мясо. А-а-а. Фу. Уйди от меня, придурок. Быстрее, быстрее. Чё-нибудь сделай. Что? Что? Что ты задумал? Оставайся там. И готовь. Ты чё, охренел, что ли, урод? Эй-эй-эй-эй. Твою мать. Давай, выбивай нахрен, быстрее. Это как в пиле. Давай, давай, давай. Нифига себе, урод. Я думал, я от него убежал. Капец. Нет, нет. Ты будешь моим. Воу. Нифрена себе. А куда дальше-то? Блин, сколько тут путей. Я не знаю даже, куда идти-то. А-а-а. Тихо там. Тихо там. Не шипи. А где он? Куда он топал? Там какая-то дорога наверх была. О, тихо. Капец. Сколько поворотов. Сколько закоулков. Судя по шкафам, мне придётся от этого придурка ещё побегать. В этой серии. На всякий случай оставлю. Дверь открытый. Меня уж порило, блин. Даже мимо пройти не даёт. Интересно, я туда наверх смогу залезть? Я имею в виду сюда. Давай попробуем. Блин, лишний раз мне доказывают, что лучше не расслабляться в этой игре. Охренеть. Там что, вальридер? Или это просто дым? Капец. Капец, и мне наверх? Давай сначала посмотрим, что там. Может быть, там что-то интересное есть. Эй, кто-нибудь? Что это за... Эксит. Что это за место? Это кухня? Хрена не вижу. Нет, это паства. Отец Мартин. Ты здесь? Помнишь, мы с тобой были друзьями? Так, а документик мне пригодится, чтобы расслабиться. Блин, и выход, конечно же, не работает. Спорим? Да тут даже спорить не надо. Что там в документе интересного? Бог и семья. Выдержка из записей доктора Брюса Ньюхауса, штат Мэриленд. Был работником лечебницы Маут Мессив с 58 по 65 год. Отец Кларк. Не стану лгать священному служителю, но позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я сделаю всё возможное, чтобы повысить безопасность рабочих условий. Я и остальные сотрудники по достоинству ценят всё, что вы делаете для наших пациентов. И если вы чувствуете, что от кого-то исходит угроза, просто дайте нам знать. И мы либо повысим фармакологические ограничения активности, либо назначим лоботомию или какую-нибудь похожую смирительную процедуру. Не стоит недооценивать вклад ваших проповедей для наших пациентов. Особенно учитывая глубину и неизбежную хаотичную природу гипнотерапии, нашим пациентам нужна опора в виде бога из семьи. Не все из наших несчастных имеют семьи, на которых они могут положиться, так что этот груз и призвание ложится на вас. Мы все полагаемся на вашу веру и тяжёлый труд. Непроверено. Доктор Нью Хаус, штат Мэриленд. 61-й год. Нифига себе. Старенькая. Тень, интересно, отбросит. А, вот точно. Старенькое письмецо. Интересно, это отец Мартин? Или это какой-то другой... Святой Отец. Ох, ничего не остаётся, кроме как залезть наверх. Блин, это тишина. И это неизвестность, блин. Если я первый Аутласт проходил как-то, ещё зная, что меня может ожидать, то в этом я даже вообще не представляю, что будет. Да я выбираюсь куда-то. Через трубу, что ли? Градирня какая-то. Кто тебя сбросил? Где? Вангридер. Ого! Видели? Он меня просто хотел охренеть. Охренеть. Да я не хочу с ним связываться больше. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Чё происходит? Чё происходит? Так, мне, наверное, сюда. Не хочу я туда. К валеридеру, если честно, идти. Значит, с той стороны я могу побывать. Так, шкафы. Это менять сейчас или... Кровь. Тут кто-то был. А может, кто-то есть? Тихо. Блин, как я не люблю в кормишную тьму идти. Вы бы знали. Ага, вот она. Я чувствую сейчас на обратной дороге с кем-нибудь столкнусь. Блин, когда вот эта вот угнетающая атмосфера... Мне серьезно, не до шуток. Прям реально угнетает этот мрак. Блин, иногда ставлю себя на место героя. Каково оно было бы? Вот так вот просто появится в какой-то психушке. Здесь какие-то психи ородуют, бегают. Ты просто вот ходишь, понимаешь, что здесь... Развал, разруха. И кто-то здесь с тобой рядом. Становится реально страшно. Где он? Надо сразу искать пути отхода. Отхода. Бляха-муха. Вот так-то. Я же сказал, что будет открыто. Я же говорил. Продолжай двигаться. Грэхам. Ёлки. Это вот затишье перед бурей, оно, блин, реально нагнетает. Тут же вообще ни хрена не видно. Вообще ни хрена. Если убрать камеру, то все. Вот. Темнота. Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Куда, 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 куда? Куда? Ну, куда еще-то? Я чувствую твой запах. Я тоже чувствую, тебя воняет за километр мертвичиной. Урод, он ушел туда, куда. Не надо. Тихо. Я, блядь, найду другой путь. Интересно, мне идут с ним... Дадут, вернее, с ним поквитаться. Дурма от власти. С тем, доктором. Да пошел ты в жопу! Блин, ты что, застрял, придурок? Куда бежать? Куда бежать? Куда? 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 Я ничего не вижу. Блин, я не хочу с ним даже бороться. Я просто убегу от него. Убегу от него в жопу. Кто-то умигает. Все, дальше он не пройдет, походу. Да? 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 Фух. Я не хочу от него бегать, реально. Я не хочу с ним бороться, прятаться. Я просто хочу убежать от него, и все. В туалет. Мне надо в туалет. Теперь видишь меня, попробуй. Эй, чувак, отстань от него. А, да. Доктора пофигу. Интересно, он его утопит до конца или нет. Убитняга. Фу, ужас. Давайте прочитаем про него. Различные эффекты. Лиза, или тот, кто найдет это, знаете, что в Мерков создают монстров. Я больше не видел прежних пациентов после сеанса этой немецкой так называемой терапии. Морфогенетическое кондиционирование. Намного хуже, чем я мог себе это представить. Может, они все еще оставались людьми, но что-то из них вырвали. И напичкали много чего-то другого. Не все были убийцами, они были больны, но не были убийцами. Мерков сделал из них монстров. Доктор Аразет сказала, что кондиционирование имело различные эффекты. Результаты были слишком непредсказуемы, чтобы делать какие-то либо прогнозы. Я принимал бесконечные рассказы Рауля, как пустая болтовня за чашкой кофе. Нужно было слушать его. Кто такой Рауля? Ладно, пускай. Булт и хайца, я пойду наружу. Я не хочу больше сталкиваться с этим придурком, я хочу. Просто выйти наружу. Да мне даже камеру поднимать, в принципе, не надо. Здесь достаточно светло. Закрыто, да? Хреново. Блин, вальдридеры я вообще не ожидал увидеть сам в начале игры, если честно. Ах ты что, е-мать! Выключи газ! Да беспро... Блин, братишка, я не знаю где! Друг, прости меня! Отключите газ, чтобы получить доступ к шлюзовой камере? Так мне, походу, к нему, блин, я хотел его спасти. Ну, я не знаю, что делать. Блин, я опять к этому психу, да, возвращаюсь? Да и да, бесконечно напрягает своей дичью непонятной документик. С самого начала, блин, меня за яйца взяли и не отпускают. Не дают даже расслабиться. Давайте быстро прочитаем документ. Малоизвестные экологические аспекты человечества. Охренеть, он огромный. Выписка из 1957-го и комментарий по поводу IG-доклада операции TSD. Седьмое влияние на человеческое поведение. Е. Потенциальное применение психогенных препаратов в операциях политического характера широко известно, хотя это не было изучено так тщательно, как можно было бы этого ожидать. Отдел по химическим исследованиям включает это в качество цели своей программы, чтобы быть готовыми к оказанию поддержки или сделать возможным осуществление таких операций. Методы достижения успеха без химического вмешательства в политических операциях тоже включены в программу. На заметку. Вышеупомянутая выписка МК Ультра адресована отделу технической службы для составления бюджета и авторизации продолжения исследования и изучения доктора Родольфа Верника и проекта Вайл Рейдер. Вскрытие извлеченных объектов исследований показывает химический состав тела, металлические бластомы, свидетельство подкожного окисления, которое указывает на тяжелую психохимическую дозировку. Смотрите, примечание такое-то. Чё-то пока так. Мало понятно. На всякий случай батарейку поменяю. По-моему, там этот приндурок... А, что ты, твою мать! Уроды! Вы меня реально... Я же тебе дверь открыл. Вы меня реально скоро, блин, до контузии доведёте. Е-250. Е-237. Это что, шлюз? Эй, друг, давайте откроем. Реально, хватит долбиться. Не, не даст. Ну и пускай долбится. Это придурок, блин, а! Не пугал меня. Ладно, пойдём искать, как до этого шлюза добраться. Надеюсь, я не встречу здесь никакого урода. Эй, друг, давай тебе открою. Не хочет. Честно, меня больше пугает, допустим, Крис. Ну, пугал, по крайней мере, в первой части. Блин, я даже не знаю, в какую сторону. Я не знаю, в первой части. Я не знаю, в первую часть. Я не знаю, в первую части. А, это камера были у ёлки. Нифига себе. Это что, камеры психов? Какие-то крутые камеры. Не такие как обычных психов в тюрьме. кнопочки какие-то что 227 здесь и никого здесь не встречу жуткого и страшного может документе какой-нибудь а я могу туда пробраться я понял сначала осмотрюсь я смекнул эту фишку так аккурат тихо тут уже можно пробраться тихо я понял что мне не зря показали эту штуку ну так где-то здесь опять были попробовать пробежать да надо действовать не хрен на месте сидеть побежали чувак надеюсь я правильно попал это камера он заметит меня надеюсь заметен да ну в жопу блин надо дергать отсюда конечно заметит как не заметит давай закрывай быстрее хужесть что за местность почему в первой части этого не видел это новое пространство всех не дает расслабиться честно лучше бы как первой части мистика было бы больше было бы намного интереснее чем просто вот так вот постоянно с гримерами пугать это больше всего раздражает интереснее когда на атмосфера нагнетается постепенно ладно хрен с тобой так тоже интересно фу 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 это было близко это было быстро и резко Фух, как здесь светло, как непривычно видеть свет Фух, давай перечитаем быстро документ Отчёт о состоянии пациента проекта Валь Ридер Фрэнка Манеры Психиатрические исследования мерков Проект Валь Ридер, лечебница Маунт Майси Дело такое-то Пациент Фрэнк Антонио Манера Дата консультации 2012 год Привычное обращение в 2010 Возраст 36, лечащий врач Карл Хьюстон Состояние, активность двигателя морфогенетического кондиционирования минимальна И только на самых высоких уровнях гормональной терапии 5-6 стадии Состояние сна неоднократно повозвращается к изображениям изоляции и предательства Нулевое состояние сознания Симптомы Тяжёлое бронхиальное образование, характерное для пациентов с историей употребления табака и марихуаны Исключительно низкая активность в состоянии медленного сна Заметки Во время этого интервью Фрэнк весил 68 кг При поступлении его вес был 103 кг Он был апатичным и почти совершенно не реагирующим ни на что Проявляя интерес только во время сценарий девятого паттерна гипнотерапии Вернике Касательно распития крови в груди спящих мужчин Он продолжает отказываться мыться от услуг парикмахера Заявляя, если я не могу принимать участие, то и не могу делиться Рекомендовать принудительное питание для мистера Манера Если мы не сможем найти что-нибудь, что он любит есть Психиатрические исследования мерков Проект Валеридер Лечебница Маунт Мессив Это этот чувачок Который за мной в последнее время бегает А вот эта камера Эй Серьезно? Чувак Собрасывай Это же этот нормальный чувак 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 Эй Давай поговорим Мы можем вместе уйти отсюда Капец Единственный нормальный чувак Который Живой остался И тут не хочется мне разговаривать И вот таких интересных вещей Так, а как это получается? Это Газовая камера, блин Эй Эй, друг Твою мать Расскажи мне, что делать Как отключить эту Камеру Или ее не отключить Или я ее просто обошел Так мне это можно Присесть Ох Слишком давно не было пуганий Чувствую, сейчас будет Очень скоро Идет сохранение Неспроста идет сохранение Да Зажужжал рот Где он, я его не вижу Где-то урод Даже по звукам непонятно С какой он стороны И в какую мне сторону Блин, идти Вот это Польни Патрик Побыстрому Надо бы валить Отсюда аккуратно Это, наверное, где-то Здесь Как? Все, капец Я в западне Я в западне, ребята Да, я в западне О, привет Я думаю, ты сзади будешь А куда бежать-то? Куда бежать? Куда бежать? Есть, успел А куда бежать-то? Серьезно, я не понимаю Блин, как обычно Одни тупики Вау, дверь, нахуй Че дел-то? Давай Может здесь? Да, опять не туда Давай Аааа Не работает Я не могу перепрыгнуть Блин Ныряй, ныряй, ныряй Ха-ха-ха Все-таки поймал, паскуда Так, а куда бежать-то все-таки? Слева я пошел Там ничего не нашел Может справа? Может быть, нужно вентили отключить Вот эти вот Тоже нет А куда тогда? Это я не догоняю У меня здесь лабиринтов Просто дохренища В этой части Иди в жопу Иди в жопу Ты меня учил Я понял это? Я же здесь был Ну вот, некуда идти И здесь не могу Ааа Блин, так я мог сразу это сделать Вот балбес Надо было посмотреть Наверх Ох Нет, пока мне Не нравится То, что мне приходится Постоянно бегать От этого придурка Честно Мне это не нравится Мне хочется как-то Чтоб больше Как в первой части Навернятали атмосферу Чем Чем вот так вот просто Брать и пугать меня С каждым поворотом Добавитесь до радио В тюрьме Так это моя цель была Вот радио Балбес Куда идти-то? Опять туда же, что ли? А там, а этот, блин А куда мне идти-то? Ну, супер Сейчас я просто ему была бы Вылезу Куда? Где он будет интересно? Твою мать, блин Как мне везет Ты на него постоянно Давай-давай-давай-давай Я даже не знаю, как тебя зовут Просто беги Давай, воно дверь В другую сторону закрывай Так, я хоть туда бегу или нет? Да, баллон туда Раз здесь вот эта фигня И с шепучкой, значит Чувак-то еще там? Как зовут этого Осведомителя Интересно, я забыл Письма же было указано Наверняка Так, а мне куда? А, вот он, да Этот чувак все-таки задохнулся Ой, а что это было? Это что меня На улицу выпустили? Офигенно Хотя, в последний раз, когда я был на улице Меня это не очень Обрадовало Здесь вроде как Более-менее красиво Спокойно Хотя, ни хрена не видно Вообще ни хрена Молоко Эй Кто-нибудь Вот Вот эта атмосфера мне нравится Когда не знаешь, что происходит Да, ну в жопу Я к нему не пойду Не пойду я к тебе Блин, капец Вообще Че же ни хрена не видно Все равно От этого придурка Придется бегать Даже здесь Блин, думал Хотя бы на улице Будет повеселее Ах Офигеть Вообще ни хрена не видно Куда идти-то? В тюрьму? Здесь открывается Нет Это что, он бегает? Это реально он бегает, походу Блин, быстрее Главное, я с вальдеридером не спешу Ах Ты ж, блин Что это было? Что? Что это было? Че это было, блин? Какого хрена, а? Капец, блин Что это было, мать его? Жесть Он что мне В лоб прилепил Какым-то Камнем, что ли, каким-то? Что? 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 Кто? Кто? Я вообще ничего не вижу Блин, ты застреваешь везде Ну что ты? Ты что, не можешь куст пройти насквозь? Капец ты, инвалид хренов О, наконец-то Туда, походу, нельзя Пулин, если он сейчас сзади подбежит Все Не, 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 есть Выход есть Главное, чтобы не столкнуться ни с кем Опять лицом к лицу Эй Эй Фак, вот именно, чтобы факт Блин, дай мне спокойно Рацию найти Это что, рация? Нет, это не рация Это телефон И что это за комната бесполезная? А, спрятаться можно Понял Ну и? Не что к тебе в итоге? Нет А куда? Так, я что-то заблудился, ребят Здесь никуда не пройти Снаружи тоже выхода нет Так, а здесь? Опять психи Блин Короче Бродил-бродил я Решил вернуться назад И походу Надо было это сделать Сразу Тут какой-то чудак Открыл дверь Где-то минут пять лазил И сказал, куда дальше пройти Блин, как же тебя раскорячило, чувак Жесть Блин, куда дальше-то? Пока я не Катакомба хотел сказать Все запутано И непонятно Куда идти? Что делать? Какая-то рация Просто слепо идем Куда-то Зараться И все И все Ты зря я, да, стартанул? А может и нет Судя по звукам Там кто-то еще ходит Блин, вообще же Ни хрена не видно С этим туманом Блин, сейчас напугает Отвечаю, сейчас напугает Нет Примерно сжался Блин, надо же из этого двора Выбираться нахрен И заканчивать эту Сирию О, это же братья Это же близнецы Опять вы Голожопые Привет, друзья Я давно вас не видел Даже успел немного соскучиться Нифига тут Чувак позанимался Походу ему штангой просто бошку отпилили Двор тюремный Что в тюрьму пошел? Опа Вы что-то сделать со мной собираетесь Или я могу пройти? Нет, серьезно Вы просто даете мне пройти? Капец, что? Что это за люди вообще? Что это за братья? Непонятнее Что-то было Чувачки просто играют В баскетбол Я понял Ладно, играйте А я Пойду отсюда Пожалуй Пожалуй, просто дерну отсюда Капец Где чуваки просто головой играли В баскетбол Жесть Блин, почему ты просто не можешь уйти Отсюда Зачем тебе просто вот лазить Что-то искать Зачем? Можно же Просто пробежать Вон документ Может быть рация здесь есть Для начала мы возьмем документ Быстро прочитаем А дальше будет видно Так, что там? Заблуждение в лечебнице Вальдеридер Тема-ответ Пациент Самул Курт, у нас есть еще один И я не уверен, сможете ли вы определить Это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольными Охранник сверху из административного блока Наш последний работник Не являющийся пациентом Начал видеть сказки верники Он никогда не имел прямого контакта С двигателем морфогенетического кондиционирования Даже никогда не спускался ниже первого уровня здания Это было бы большим нарушением протокола Если бы врачи говорили о программе Вальдеридер в присутствии работника службы безопасности Маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам Это очень похоже на случай доктора Самула или любого другого до него Формально здоровый из медицинского персонального, попавший под влияние своих безумных больных, это одно Но совсем другое, если эти убеждения создаются, ну, например, из воздуха Нужно поговорить с ним лично Биллингс Еще одна загадка Еще один непонятный документ В первой части более понятно все было Здесь новые какие-то неизвестные люди Так, я кого-то там видел Заткнись, заткнитесь Ах ты! Твою мать, ты меня напугал Фух Помогите мне Мне кто-нибудь нужен нам помощь Кто-нибудь Где? Вернитесь, вы должны помочь Можете делать это С нами Так Блин, какого хрена я вообще в тюрьму везу Я не знаю, тут везде психи Ладно, хоть они не прыгают, как в первой части Все подряд на меня Какая-то часть все-таки относятся ко мне более стабильно А вот здесь меня напугают Тебе не спрятаться Нет, не напугали Фух Не доверяем, говорят, это наука Но все не так Они ждали нас Прямо здесь Билли понял Они всегда были тут Я хочу заглянуть тебе в душу Ну и морда Хотя бы обычная, спокойная Не предвещающая беды Как обычно это бывает С полузашитым ртом Блин Твою мать Где-то сохранение Что происходит Кто-то кого-то ввалит Кто-то кого-то гасит Блин, ладно, ребята На этом, думаю, все на сегодня Не забудь подписаться Чтобы узнать, что будет дальше И поддержи меня лайком Всем пока И до скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok